Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта Ты знаешь, как они романтично поженились? Тайна. На свадьбе никого не было, только он и она. Он говорит, это правильно. А у нас с тобой на свадьбе 250 рыл гуляло. Нажрали столько, что у нас уже внуки, а мы еще за свадьбу не рассчитались. Я говорю, Вова, ты понимаешь, о чем я говорю или нет? Я тебе говорю, что в прошлые века мужчины ради женщин стрелялись. Он говорит, я тоже что-то не застрелился. Когда увидел тебя в новом купальнике, когда ты вверх с низом перепутала. Я говорю, Вова, ну хватит тебе. Ну давай с тобой жить вот как в кино. Помнишь фильм про гардемаринов? Помнишь? Там Шевалье Добрелье украл Анастасию Ягужинскую. Он говорит, вот бы тебя кто украл, а? И мать бы твою прихватил. Я говорю, Вова, да мужчины в прошлые века были рыцарями. Помнишь, рыцарь Айвенга неделю гнал на коне, чтобы увидеть свою возлюбленную. Он говорит, дурак что ли? На коне гнать неудобно, куда самогонный аппарат-то ставить? Да даже древнегреческие боги были романтиками. Он Зевс, чтобы овладеть царицей Ледой, спустился с небес, превратившись в лебедя. Он говорит, а я думаю, что твоя мать в парке лебедей кормит? Вот дура, еще на что-то надеется. Я говорю, Вова, да хватит тебе. Ну а Дубровский, вспомни, как романтично. Клал для Маши записки в дупло. Он говорит, какой же у Дубровского был кариес, если в дупле записки помещались. Я говорю, ну а в романе «Идиот» помнишь? Рогожин бросил к ногам Настасьи Филипповны сто тысяч рублей. Он говорит, ну что ты хочешь? Роман так и называется «Идиот». Я говорю, Вова, ну а Д'Артаньян, вспомни, дрался на шпагах, чтобы защитить свою возлюбленную с гвардейцами кардиналом. Он говорит, мать, ну я тоже дрался. Помнишь, к нам на Новый год какой-то алкаш вломился? Я говорю, Вова, никто к нам не вломился. Это ты с Перепоя себя в зеркало не узнал и все тремо расколбасил. Ну ты о романтике-то подумай, а. Он Штирлиц, 16 лет, не виделся с женой. И все 16 лет хоронилась жене верность. Он говорит, да ладно, это жена так думала. Я говорю, неправда, Вова, неправда. Штирлиц не мог обманывать жену. Он говорит, ага, весь Третий Рейх мог, а жену не мог. Вова, ну даже индейцы инки из своих волос плели одежду для возлюбленных. Мой себя полысь не похлопал, говорит, мать, у меня даже на стринге не хватит. Я говорю, а ты вспомни, Петрарха, вспомни, какие он чудесные стихи посвящал своей любимой лауре. Он говорит, ладно, все. Ну что ты, помнишь на 45 лет, я тоже стихи тебе сочинила. Смотри, ну вспомни, прекрасные. Голова твоя седая, три железных зуба. Ты уже не молодая, не дала бы дуба. Боже мой, с кем я живу, Вова? Да даже у птичек есть романтика. Он синичка, строит гнездо. Так самец приносит ей веточки, палочки, сухую травку. Он говорит, ага, Петров домой принес сухую травку. Семь лет впаяли. Я говорю, ну а у аистов я сама видела. Ну, самочка куда-то улетела, самец сел на яйца. Он говорит, ну я тоже сел, когда ты сумку с яйцами на диван поставила. Мать, ну что ты от меня хочешь, а? Ну что ты хочешь, чтобы я прискакал на коне в офис, как Д'Артаньян, подрался на шпагах с бухгалтершей, засунул начальнику в дупло записку от Дубровского, принес веточки, палочки, сел на яйца и рассказывал стихи. Я говорю, Вова, я хочу, чтобы ты ради меня совершал подвиги. Он говорит, мать, да я их совершаю. Только жизнь сейчас другая и подвиги другие. Сейчас оплатить коммунальные. Подвиг. А разве не подвиг? Каждый вечер выслушивать от твоей мамы полный пересказ передачи «Давай поженимся». Кто на ком женился? Что сказала сваха Роза Собитова? Как отреагировала астролог Василиса Володина? Что возразила Лариса Гузеева? И главное, хороши специалистки по выбору мужа. Гузеева третий раз замужем, а сваху муж бил-бил и в результате бросил. И они всю страну учат, как удачно выйти замуж. А лечиться в нашей поликлинике не подвиг, когда мне врач поставил диагноз «вывих ягодицы глазного яблока». Им в поликлинику новое оборудование завезли, они им пользоваться не умеют. Засунули меня в какую-то гидромассажную ванну, потом оказалось, что это тесто-мешалка для столовой. Они мне там час месили, я еще говорила, почему в гидромассажной ванне горит надпись «Добавьте дрожжей». Лова, ну я просто хочу, чтобы ты был романтичнее, понимаешь? И делал хоть что-нибудь для меня. Мать, я для тебя делаю только одну вещь. Я для тебя живу. Ну ты думаешь, легко мне в 58 лет работать разносчиком пиццы. Машины нет, хожу медленно, пока донесу, у пиццы срок годности кончается. Меня на работе так и зовут – небесный тихоход. А тут недавно иду голодный, не удержался и отгрыз кусочек. Клиент звонит, говорит, у вас крысы. Начальник мне говорит, слышь, крыса, еще раз откусишь пиццу, я тебе выдеру орудие преступления. Стыдно-то так. А я все терплю. Лишь бы тебе хоть какие-то деньги принести, чтобы у тебя все было. Вот сегодня целый день бегал по городу, как старая собака. Спина болит, ноги ледяные, голодные, голодные, устал, но не знаю как. Сейчас, думаю, приду домой, отдохну. Тут ты со своей романтикой, а! Ну, треплешься, треплешься, ну, хоть бы секунду в тишине побыть. Я быстро надела на него шерстяные носки, теплые тапки, намазала спину финал голым, заботала пуховым платком, налила борща, сама рядышком села и заткнулась. И тут он так на меня посмотрел. Что я поняла, что мой Вовка самый большой романтик! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ